Добрый вечер. Мы подводим итоги выборов по всей стране, 80 субъектов, 65 миллионов избирателей. Одномоднатный округ в Амурской области побеждает наш представитель Кузьмин. Коммунисты в нарушении всех договоренностей все-таки пошли туда на выборы. Это совершенно недоговорно способная партия. От Ленина до Зюганова. Тогда мы будем везде им мешать. Никаких договоренностей невозможно. Это чудовищно. В Рязанской области представитель Справедливой России пытается снять с выборов нашего кандидата в ЗАГС собрания. Суд, конечно, не поддерживает эту провокацию. Вот парламентские партии. Левые всегда были левыми. У нас другие регионы европейские. Еще идет подсчет. Поэтому только один одномоднатный округ на Дальнем Востоке. Все остальные. Калининград, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Тверская. Здесь будем ждать. Еще голосование даже не закончилось. По выборам губернаторов. Амурская область побеждает. Значит, наш кандидат уговорили не участвовать. Три года назад он побеждал. Ночью на четыре часа остановили компьютер, чтобы подбить протоколы в отдаленных районах. Исправили их так, что Козлов якобы победил. Три года он был губератором незаконно. Сейчас министр Дальнего Востока. Теперь другой кандидат Орлов решил договориться. Ну, мы пошли навстречу. И Иван Николаевич будет членом Совета Федерации. Вот правильно здесь включить. Членом Совета Федерации. Магадан. Наш представитель на втором месте. Да. Дальше доложи еще. Где у тебя есть? Что еще есть? Значит, Хабаровский край, Фургал побеждают, как сказал Владимир Иванович. Первое место на сегодняшний день. Новосибирск. Подожди. Пытаются украсть победу в Хабаровском крае. Говорят, что идут вровень. Никакого вровень нет. Полностью побеждает Фургал. Но даже если ночью снова остановят компьютер, а там сейчас разгар ночи. В любом случае, они уже ориентируются на второй тур. Значит, вся фракция выйдет в Хабаровск. И мы добьемся победы нашего представителя. Хотя он побеждает в первом туре. Значит, коммунисты справедливо недоговорно способны. А единое боится уступить место на честных выборах. Все сделать, чтобы протащить своих. Но зачем это делают они? Дальше давайте. И Новосибирск наш кандидат, депутат Госдумы Савельев Дмитрий Иванович занимает четко уже вторую позицию, второе место после исполняющего обязанности Травникова. По выборам в законодательное собрание ЛДПР занимает второе место в Кемеровской области, где никогда не было у нас такого результата. Тяжелее в национальных регионах Бурятия, но в любом случае жесткая борьба нам позволила занять третье место. И мы отстали от коммунистов, коммунисты на втором, но очень сильно подняли и подтянули свой результат. По Бурятии это хамство. Я востоковед. И бурятские и монгольские языки это как русский и украинский, как русский и белорусский. И Бурятия назвала советская власть. Ту часть, где жили монголы. Специально, чтобы разное название. Вот монголы это монголы, а буряты это буряты. Но это один народ. Это ближе, чем русские и украинцы. Это один народ. И физически посмотрите на них, вы не отличите язык, посмотрите. Это один народ. Это большевики придумали название отдельно. Буряты. Это были монголы. Я думаю, только нужно радоваться этому. Ну вот на этом фоне пытаются унизить нас, наших кандидатов. И вот он там получает... Значит, какое место? Третье место. В ЗАГС собрание. В ЗАГС собрание. Пропаганда лживая, когда я как востоковед имею полное право дать позицию, какие народы, с кем с кожи, какие языки и так далее. Но за это цепляются, чтобы, так сказать, коммунисты сделали бурятию. Ее не было никогда. Царской России не было. Дальше. Хакасия. Самый тяжелый для нас регион. Здесь наглость. Мы никогда не признаем выборы по Хакасии. Зимин совершил ряд преступлений. Жестко нарушил закон о выборах, о политических партиях. Незаконно не допустил нашего кандидата Валова до участия в выборах с тем, чтобы обеспечить победу. Все там бомжи пошли на выборы. Всех зарегистрировали. Кроме нашего потенциального победителя. Так он, наш победитель, занимает первое место и становится мэром второго крупнейшего после Абакана города Саяна-Горск. Пожалуйста. Показывается, что наши кандидаты сильнее. Мы все сделаем, что Зимин с позором будет отправлен в отставку по недоверию и под суток дадим его. Направим-то все комиссии, аудиторов всех, прокуратуру и контрольные органы. И он будет сидеть в тюрьме, этот глава республики Зимин. Дальше. За Байкалье. Мы делим периодически первое место и второе с Единой Россией. Да, да. Хорошо. Хороший результат. Очень мощнейший. И Иркутская область занимает второе место. Единая Россия там практически не выигрывает. Проигрывает 27 процентов. Да, позор, 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 позор. Все, в остальных регионах еще результаты подводят. Поджидаем результаты. Утром вы все узнаете. Давайте честные выборы. Я понимаю радикалы-коммунисты. Я согласен, что журналиста Шевченко не допустили в Владимирской области. Я его слышал на выборах президента. Человек должен сидеть в тюрьме, а не быть кандидатом в губернатор. Я согласен. Но почему Валова в Хакасии не допускают? Или там в Магадане, я справедливо в России, кого-то не допустили? То есть левые, пожалуйста. Часть всего радикалы, экстремисты. В Москве 20 процентов. 24. 24. Позор, позор. Из них он 70 получит. 18 процентов. Мэр будет избран голосами 18 процентов москвичей. Но если бы я пошел на выборы мэра, был бы сейчас второй тур, я бы победил. Идем на уступки, на встречу. Ну ничего не получают. Позор, ничего не могут получить. И зачем, как же они будут народу смотреть в глаза. Дальше, что еще есть? Есть небольшое нарушение по всем регионам по России. В основном это запрет проведения каких-то массовых мероприятий. Период выборной кампании. То есть постоянно применяются административные ресурсы для того, чтобы не дать нашим кандидатам высказать свою точку зрения, высказать свою позицию. Один-два человека собираетесь. А вот больше двух-трех уже начинается прямое препятствие. То есть абсолютно неравные условия для участия в выборах. Абсолютно. И никаких теледебатов нету, когда они не идут, основные представители партии власти. И всячески мешают. Разного рода клеветнические измышления. Попытки снять с выборов. Билборды срывают или вообще не вывешивают. То есть это все хронические нарушения. Но мы все равно вели и будем вести борьбу. Сегодня на Пушкинской площади раздавались призывы к насилию, к вооруженному восстанию. Я бы всех арестовал там. Всех. Мы будем просить президента, меня, чтобы уговорил президент, стать министром внутренних дел. Они не справятся. Мы, несколько человек, разогнали этот митинг на Пушкинской площади. Имеют право выступать. Свобода слова. Но оскорблять власть, как депутатов, так и высшую власть, это недопустимо. Высказывайте свои претензии, слова. Собирайтесь где угодно. ЛДП против отказа в проведении митингов. Но там должны быть нормальные граждане. Там должно быть сумасшедших и подкупленных агентов. СБУ Украина или британское посольство Москве. Поэтому нужно не допускать таких вещей. Поэтому мы будем требовать два поста министра. Я внутренних дел Дегтярев, министр туризма. Чернышев, министр просвещения. Каргенов. Каргенов, ты что хочешь? Что тебе ближе? Ну, министерство труда. Вот. Вполне может быть министром труда. Значит, Власов, Росмолодежи. Нам мы будем просить назначить наших представителей в следующие губернии. Липецкая область. Жигарев Сергей Александрович. Курская. Диденко. Значит, Алексей Николаевич. Курдюмов. Нижегородская или Мурманская область. Нилов. Архангельская область. Наш губернатор Островский остается в Смоленской. Катасонов Оренбургская область. Фургал. Хабаровский край. Все это достойные люди. За них проголосовали граждане нашей страны. Но власть пытается помешать. Не допустить. Вот. Так что мы настроены оптимистически. Выборы в Хакасии мы не признаем. Если будут попытки обойти нашего кандидата ночью на территории Хабаровского края. Для этого нужно приписать 10-11 процентов. Что невозможно. При подсчете уже 76 процентов. Все уже. Все уже. Но они могут попытаться это сделать. Якобы из отдаленных регионов. Национальных. Соберут. Как это? По сусекам. И пол процента якобы шпорт обойдет Фургал. Это мы не допустим. Мы уверены, что будет второй тур. Хотя победил уже наш представитель в первом туре. Вся фракция вылетит туда. И мы добьемся победы Фургала. Тем более во втором туре все остальные. Избиратели, кто голосовал с других кандидатов. Или сидели дома. Чувствуя, что может победить оппозиция. Придут на выборы через две недели. Это значит 23-го. Да? 23-го сентября. Поэтому мы готовы. Нам дали только одного губернатора. Мы можем 10. Нам не дали ни одного министра. Хотя обещали двух. И Ельцин обещал двух. То есть обещают. Все они обещают. Все они заигрывают. Ставят представителей денежных мешков. Комарова. Ханты-Мансийский округ. Она. Тысячи людей просит ее отправить в отставку. Остается до сих пор. Что это такое? Президент не учитывает мнение граждан. Подписи мы направили в администрацию президента. Поэтому здесь мы будем действовать только парламентским путем. Мы готовы стать министрами, губернаторами, мэрами городов. И давно это делали. Нам всячески мешали. Мы в ближайшее время проведем съезд партии и дадим новое наименование руководящих органов нашей партии. Мы введем должность генеральный секретарь ЦК ЛДПР, центральный комитет 100 человек, по одному от каждого региона, 10 Москва, 5 Петербург добавим. И сделаем политбюро. Это высший орган партии, где будет и генеральный секретарь, и секретарей по направлениям. Пока мы надеемся на комитет по образованию. Чернышев может возглавить. Деньги возглавит комитет по инновационной политике. Савельев по строительству и ЖКХ и так далее. То есть мы готовы возглавить еще некоторые комитеты. Готовы войти в правительство и возглавить несколько регионов нашей страны. То есть мы не хотим делать то, что делает Пушкинская площадь. Агенты зарубежных политических центров, СБУ Украины. Или отморозки. У нас там люди бывают и в сумасшедших домах лежали. И, так сказать, такая бывает. Как называют отморозки? Еще какое-то есть слово. Такие отчаянные. Сергей Николай Ачабельцев. Он возглавит федеральную службу исполнения наказаний. Мы об этом просим 15 лет. Они назначают других. Товарищ сидит в тюрьме. Как его? Реймор. Тогда два обсуждала администрация президента. Реймор или Абельцев? Перевесил Реймор. Видимо, дал взятку. Он теперь в тюрьме. Теперь Корниенко и Абельцев. И пытки во всех колониях нашей страны. Сколько можно позорить? Какие пытки? Нормальные условия. У норвежца Брейвика трехкомнатная квартира. Меню выбирает. Конфеты требуют определенного сорта. Интернет и телевизор. А здесь пытают людей. Это коммунисты. Этот режим не кончился. Самый варварский режим в истории человечества. Расстрелы, расстрелы, расстрелы. Сто лет красного террора. Это вот 5 сентября они объявили, 18-го года. Это чудовищно. Пожалуйста, кто-то из депутатов хочет. Сегодня жестоко пытались избить депутата Власова. Не удалось. Но, тем не менее, эти хулиганские, так сказать, кто там с ума сходит из зала? Вы видите его? Кто там загоготал? Вы на пресс-конференции. Высший орган государственной власти. Нападение на депутата, а вы смеетесь. Воно место там. В зэках, как называется, автозаки. Что смешного? Покушение на представителя высшего органа власти. Потому что тоже ненормальная девочка какая-то, да? Женский голосок-то такой. И стесняется сказать, кто она и откуда. Поэтому мы за свободу. Мы готовы разрешить любые митинги. Мы немедленно уберем статью 282. И никаких вариантов разжигания социальной розни. Да все, что угодно можно подвести под эту статью. А член фракции КПРФ вещает на всех передачах, что он за смягчение этой статьи. А кто ее ввел в уголовный кодекс? Покойный коммунист-депутат Илюхин. Чего так не могут разобраться-то? Кумин пошел на выборы. От КПРФ, но не член КПРФ. Грудинин на выборах президента. От КПРФ, но не член. Все презирают эту партию. Эту партию распустить нужно давно уже. Все преступления, которые совершены за эти вот сто лет. С января 2018 года, когда коммунисты расстреляли рабочих, вышедших защищать учрительное собрание. Всех офицеров-адмиралов. Какой красный террор? Еще до красного террора расстреляли офицеров в Крыму. Чиновников, адмиралов. Весь Крым в крови. Это они, коммунисты, сделали так, что Крым 25 лет был, так сказать, за границей. Что они вырезали. Коммунисты, большевики. Это, как ее, венгерский Белла Кун, венгерский коммунист. И, как ее, Заскин, это землячка. Вот улица землячки еще, наверное, есть в Москве. Проверьте, Власов. Была землячка. Кстати, они расстреливали офицеров, адмиралов. Это чудовищно. И так по всей стране. Выгнали всех. Инженеры. Шаляпин уехал. Шаляпин, великий певец. Представляете, где второй Шаляпин? Где второй Чайковский? Где второй Пушкин? Это же раз в сто лет. Даже больше. Рахманов, Прокофьев. Все уехали. Все. И Шостакович потом уехал. Где? Все уже переименовали. Укло Курского вокзала была улица землячки. Пожалуйста, есть какие-то вопросы у журналистов? Мы вам приготовили покушать. Как называется? Хачапури? Хачапури. Тархунчик и по шоколадке. Чтобы вы не очень, так сказать, мучились. Но что вы на ногах с утра. Пожалуйста, вопросы задавайте. Депутаты ответят. По Красноярску. По Красноярску. Скажи, скажи, свежая информация. Самая жесткая кампания у нас была в Красноярске. Там было более ста баннеров наших. Или похищено, или испорчено. То есть постоянно, каждый день мы давали телеграммы. Телеграммы, телеграммы. Это городская дума. Потом нападение на кандидата. Там же, в Красноярске. Это УС-УС губернатор. Он ко мне подходит в Кремле и говорит, давайте проведем плебисцит. Зачем выборы? Мол, все пускай поддержат его. Вот он так себя ведет нагло и по-камски. Нарушение досрочного голосования. Постоянно. Там был губернатором. И вице-премьером был. Завалил работу с алкоголем и все остальные направления. Сейчас где он, Хлопонин? Где он? Нету его. Дальше вопросы. Пожалуйста. Ну мы подали уже по каждому факту жалобы в Центр избирком. Он и председатель Центр избиркома Памфилова занимает позицию против участников выборной кампании. Работает на администрацию президента. С нами не встречается никогда. Нас не слушает участников выборной кампании. Она для нас, Центр избирком. А это орган власти. Репрессивный орган власти. У нее все хорошо. Все в порядке. Нарушения незначительные. Но они не влияют на исход выборов. Это чудовищно. Что там был Рябов, что там был Иванченко, что там был Вишняков, Чуров и теперь Памфиловы. Разницы нет. Кого бы они не меняли, они не могут, они свободы не хотят. Они не хотят демократии. Им нужен сталинский режим. От Памфиловой до этих чиновников, типа губернатор Липецкой области Королев или, так сказать, Зимин Хакасия. Мы обязательно все обжалуем. У нас всего один, один всего член Центра избиркома, а 14 работают на администрацию президента, включая двух коммунистов. Почему у коммунистов два члена ЦИК? Видите, подмахивают коммунистам. Почему им округ дали в Саратове и они выиграли? То есть Кремль заигрывает с коммунистами. Потому что сам Путин коммунист, Медведев коммунист, большинство министров, губернаторов. КПСС не ушла, перекрасилась. А кто перекрашивается, он еще хуже тех, кто в оригинале. Вот. Поэтому мы, конечно, нарушения. Вот Рязанскую область, я говорил, уже попытались снять нашего кандидата руками справедливой России. В Забайкальском крае пытались снять. В Красноярском, Пермском, Хакасии, Карелии, Нижегородской, Рязанской. Что это за выборы? Когда они боятся наших кандидатов и пытаются снять, снять. Показывает силу партии. Хищение, порча баннеров. Ну, это же самая дорогая агитация наглядная. Постоянно. Рвут, воруют и ломают. Бульдозерами сносят. И постоянно это происходит. Нападение на кандидата. Красноярский край. Каждый раз нападают, избивают. И были случаи убийства. Белорусской области. Ну, что это такое? Конечно. В Самарской подкупе, в Тольятти подкуп. Так сказать, избиратели. За руку схватили, но толку мало. Досрочное голосование. Хабаровские, Красноярские края. Категорически против. Ни досрочного голосования. Ни на дому. Никаких отрепительных талонов. Самое главное. Электронные урны. Десять лет назад мы из бюджета страны выделили все деньги. На все сто тысяч участков в стране. Они только треть оборудовали. Потому что иначе везде будет проигрыш. Ленина России. Проигрыш всех их кандидатов. Поэтому они треть разрешили поставить урны. А две трети, чтобы грязными руками сейчас ночью идет фальсификация выборов. Поэтому, конечно, нарушения есть. Но в их руках прокурор. В их руках Центр-Избирком. В их руках все губернаторы. Все мэры. Большинство Единой России. Вся пресса. Всем заткнули глотку. Что мы можем сделать? Мы не пойдем путем, так сказать, саботажа какого-то там, призывов к насилию. Мы будем действовать парламентским путем. Мы уверены, что под руководством Володина наступят изменения. Хотя даже здания нам не могут построить. Позор. Нигде в мире нет такого. Все парламенты мира сидят в собственных зданиях. У нас аренда. В самом плохом месте Москвы. Самый отредительный воздух. И смотрите. Нам выделили участок. Хорошо у Мневники. Мы платим аренду. Но не строим. Вот куда уходят деньги. Вчера в Заряде. Открывали мы концертный зал. Десять лет пустовало. Все было разрушено. Зачем снесли гостиницу? Когда примете решение что-то, тогда гостиница. Она давала 3-4 миллиарда в год доход. Вот видите? У них нет денег. Они не умеют управлять. Денег больше, чем в любой другой стране мира. Но они не умеют, так сказать, управлять ими. И молодежь почему выходит на Тверскую? Потому что обманулись гать-парками. Что вы гоните где-то там под мостом? Это центральный парк или сокольники где-то там в загоне? Летний кинотеатр. Который даже я, когда жил, не всегда туда приходил. То есть в среднем мы занимаем второе место на выборах всех уровней. И власть сама выдавливает политиков из легальной оппозиции. Ройзман, он был мэром Екатеринбурга. Но Единая Россия решила его. И даже упразднили пост мэра. Мы за честность в этом деле. Вы боитесь проиграть выборы губернаторов? Выборы мэров? Ну давайте назначать. Мы им говорим. Ну уберите позорные выборы. Назначайте и губернаторов. А мэров выбирайте на заседание местного парламента. Да и губернаторов могут выбирать. У них везде большинство. Ну ведь тогда будет честнее. И давайте выборы только партийным списком. Чего вы-то одномоднатные округа вставили? А для чего? Чтобы не развивались партии. Чтобы всегда была одна. Одна такая монстр партия. И она везде побеждает в одномоднатных округах. В Твери миллиардер пошел. Они 200 миллионов на округ выбрасывают. Мы 1 миллион даем. Ну как можно соревноваться? 200 миллионов и 1 миллион. Наши бюджетные деньги. Поэтому мы им предлагали много раз. И еще раз будем предлагать. Отменить все выборы губернаторов, мэров. И убрать одномоднатные округа. Выборы перенести на последний вторник апреля. Каждого года проводить три кампании всего. С перерывами на один год. Президента избрали. Через год Госдуму избрали. Через год всех остальных депутатов. Любого уровня. Это будет какой-то отдых. И как-то присмотреться можно. Каждый весной выбор, осенью выборы. Страна шарахается от одних выборов к другим выборам. Это неумение. И власть не меняется. Не меняется власть. Они сами провоцируют выход людей на улицы. Но мы, конечно, не хотим поддерживать экстремистов и радикалов. Но, тем не менее, по нам ударяют на всех выборах. Мы давно бы имели большинство во многих местных парламентах. У нас было бы 10-15 губернаторов. 3-4 министра. Но мешают. Хотя их министры слабые. Топилин, Минтруда, что это такое? Министерство образования, Министерство просвещения и все остальное. Слабые министры. Сильных боятся. Это непонятна психология президента. Ему нужно сильное правительство. Он делает слабое правительство. Тогда экономика будет недостаточная. Ведь деньги есть. Огромное количество. Все на депозитах, в корпорациях и зарубежных банках. Вывезли туда. Все вернуть. Запустить в экономику. Через 10 лет мы Китай обгоним. И будем самой ведущей страной в мире. И на новых технологических основах. У нас талантливые инженеры все еще остались. Вот Дегтярев сидит. Это инженер. Нилов где у нас? В Смоленске сейчас. А он в Смоленске там. Там идут выборы. И большинство депутатов в регионах. Сейчас идут везде выборы, подсчеты голосов. Поэтому мы, как говорится, не будем их упрекать. Потому что они заняты. Пожалуйста, еще вопрос. Пожалуйста. Чернышев, нажмите. По нарушениям в Москве особо удивляет ситуация в Новой Москве. Где в день тишины на всех центральных улицах показывают группу кандидатов от Единой России с галочкой голосовать за них. Мы подаем жалобы. Мосгородберком никак не реагирует. Или ситуация с главой поселения Мосринген в Новой Москве. Наши ребята с флагами проводят в пятницу финальный агитпробег. Он выскакивает на дорогу, останавливает машины. Кто, кто? Вот это глава Мосрингена. Ну, так и скажи, что глава, чтобы остановить автопробег. Сам на дорогу выставил. И что? Он выскакивает, оскорбляет наших кандидатов. Это что такое? Идет себя по-хамски. В свое время, когда мы с депутатами приезжали туда на мероприятие, давал указание не пропускать представителей ЛДП. Мы жалуем. Что это? Как там была громовщина. Да, да, остатки. Да, да. Так сейчас это и остатки. Остатки московской областной мафии. По всем случаям. Вот это вот, как фамилия его? Митрофанов. Митрофанов. Потребуем от нового губернатора. Это же, это не, это Москва. Кто будет избран, скорее всего, к сожалению, Собянин, убрать его по недоверию. Обязательно будут оргвыводы. В этом смысле власть стала лучше реагировать. Несколько мэров уберут. И под Новый год уберут губернаторов. Это Королев Липецкая область и, значит, Михайлов Курская и так далее. Старую езенскую группировку окончательно сметут, чтобы пришли молодые 35-45 депутаты. Пожалуйста, вопрос еще. Здравствуйте, я не нахажаю вас, если приводит в мнение о том, что сегодняшний день на Пушкинской площади постановка. Как можно это прокомментировать? С чьей стороны постановка? С стороны партии. Как можем мы сделать постановку? Сегодня день Москвы. День, праздник в нашем городе. Пушкинская площадь, мое любимое место отдыха. Я имею право прийти туда? У нас в Москве ни в одной точке города нет разрешенных митингов. Поэтому мы должны... А Пушкинская площадь, любимое место гуляния москвичей. Поэтому никакой постановки нет. Мы пришли, поговорили. Ребята выступают против пенсионной реформы. И мы против. Мы голосовали против и будем голосовать. Но им 20 лет. О какой пенсии они думают? Через 50 лет они пойдут на пенсию. Вообще пенсии не будет через 50 лет. Вот эта постановка под видом борьбы с пенсионной реформой устроит в центре Москвы вот такой вот какой-нибудь хулиганский поступок. Но когда дети идут про пенсию, да им стыдно говорить об этом. Они понятия не имеют, что такое пенсия. Поэтому в чистом виде они заявку сделали якобы против пенсионной реформы. А там были одни крики. Нам царь не нужен. Значит, уходите. И второй. Мы власть, а не власть. Шпана, а не власть. Хулиганы, которые оскорбляли президента, премьер-министра и депутатов Государственной Думы. Мы туда пришли. Мы это не потерпим никогда. За оскорбление будут отвечать. В ближайшие дни мы вносим в Уголовный кодекс статью, как во всех европейских странах, 5 лет за любое оскорбление представителя власти. Вот человек 15 с Пунткинской площади мы посадим в тюрьму на 5 лет. Это будет постановка. Вы довольны? Следующий, пожалуйста. Молодёжь у нас очень любит что-то сделать. Делайте. Но мы уже 5 революций устроили. И в основном руками молодых. 905 год, 17-й, 2-й, 91-й, 93-й. Где наши две прекрасные страны? Всё разрушили. Украина на ваших глазах 4 года назад. Революция достоинства. Что они сделали? Землю же вывозят. Леса вырубают. И люди уходят из этой страны. И это всё молодёжь, футбольные фанаты и такие же крикуны, которые были сегодня на Пушкинской площади. Я сам выходил на Пушкинскую площадь 30 лет назад. Но мы хотели демократии. Мы хотели свободы слова. Мы говорили то, что мы хотели. Но мы не говорили, что Брежнев последний негодяй там или Горбачёв. Мы их вообще не обсуждали. Мы говорили об изменении законодательства. А они выходят и оскорбляют всех. Все у них плохие и в самой такой оскорбительной форме. Паспорт не показывают, потому что бомжи. Ряди с паспортом. Я показываю свой паспорт. Я депутат. Давай, покажи, кто ты такой. Нет. Тут же уходят. Чё-нибудь выкинет и убегают. Выкинул и убегает. Тут же убегают. Мы не полицейские. Мы не Росгвардия. У нас не было дубинок. Мы никогда не позволим использовать насилие. Поэтому все эти вопросы с постановкой оставьте на совести тех, кто вам это подсказал. Вы же не сами додумались. Вам, видимо, кто-то подсказал, чтобы оправдать их провал с их выступлениями. Что еще у нас есть? Пожалуйста. Могу одно слово. Пожалуйста, Дегтярев. Сегодня прошла информация, что ЦИК начал проверку в мой адрес. Якобы за то, что журналисты увидели, каким образом я проголосовал. Но это просто возмутительно. Что нечем заняться будешь в Центральной избирательной комиссии. Полно жалоб, полно нарушений, о которых Борис Александр Чернышев говорил. В том числе и в Москве. То есть это полная профанация. Я детям своим показываю, как голосовать. Они снимают. И, значит, Дегтярев объявил всему миру, как он проголосовал. А сами не могли догадаться. И Памфилова, ей делать больше нечего просто. Начинает проверку в адрес кандидата Дегтярева. Михаил Владимирович, имеет право любой гражданин России показать всем. Я проголосовал вот. И показать. Это его право. Не имеете права вести агитацию за кого-либо. Но как вы голосовали, это ваше право. Вот я так проголосовал. Надей, смотрите. Это малограмотная женщина. Как ее? Памфилова. Она ничего не соображает. Ее надо убрать. Мы будем требовать убрать Памфилову с должности председателя ЦИК. Кандидат с детьми пришел и имеет право учить своих детей, как надо голосовать. Вот бюллетень. Вот здесь ставятся галочки. Какое ваше дело? А если кто-то подглядел, так это вот тот самый случай, как про постановку спрашивает девочка. Журналистам нужна новость. Вот погиб представитель правительства Абхазии. Вот новость. А если мы соберем все там мандарины, несколько тонн, какая это новость? Вот на Камчатке полно икры сегодня и рыбы. Это не новость. Это подумаешь, ну хорошо, много рыбы. Вам нужна кровь, журналистам, я знаю. Но мы вам такой подарок дать не можем. Мы вам хачапури приготовили. Шоколад приготовили. Скажете, подкуп, не кушайте. У нас полно стоит наших активистов, они все это скушают. Тархунчик, так сказать, хорошая водичка. Без конференции проводить здесь. Никакой платы. Интерфаксу кому-то. С какой стати платить деньги? Вот здесь. Кому надо, придут. И все равно не покажут то, что мы говорим. Сейчас посмотрите выпуски, ничего не покажут. Потому что все жестко, так сказать, регламентировано. Советская цензура, она не умерла. Поэтому нас не любят на Западе. А за что любить? Где демократия? Социализм сковеркали. Капитализм сковеркали. И демократия такая. Тоже издерганная. Пожалуйста, девушка. Здравствуйте. Городич, у меня зовут Елена Лайк. Я тоже сегодня была на Пушинской площади в качестве журналиста. Видела все, но хотела бы у вас уточнить все. Как все-таки дело решило додрать? И такой интересный вопрос, да? Но кто первый полез? Естественно, не мы. Мы разговаривали с людьми. Мы пришли поговорить. Но поскольку я отрицал их позицию по ситуации в стране, я говорил, давайте встречаться. Приходите в Госдуму. Мы дадим малый зал. Давайте обсуждать любые вопросы. Пожалуйста. Здесь нет разрешения на митинг. Они же в зоне риска. Сейчас сидят они в автозаках или в отделениях полиции. Зачем это делать? Я сам трижды был задержан на той же Пушкинской площади. Трижды. За что? Ни за что. Поэтому здесь как бы никакой драки не было. Какая драка-то? Там же толпа, люди колышутся. И мы старались уйти, чтобы никого не задеть. Поэтому кто-то, может быть, там упал, кто-то спотнулся. Но никто никого... Вы и Ваше поменение, извините. А? Вот и все. Ну, правильно? Я же его не задел. Абсолютно. И он меня не задел. Но давление толпы, человек может не устоять на месте. Может спотнуться, упасть. Никаких у него ушибов нету. У меня ничего нету. Так что ничего нет. Нормально все. Это нормальная ситуация при большом скоплении народа. Да? Ну, мы специально не ходим никуда. У нас время связано с нашей прямой профессиональной деятельностью. Но если где-то будут проходить мероприятия, почему нам не пойти? Мы москвичи. Мы граждане России. Имеем полное право пойти на любое мероприятие. И выступать там, и говорить. Но мы никогда никого не оскорбим. Мы всех приглашаем в дискуссии. И всем говорим. Давайте мы организуем вам митинг, чтобы он был разрешенный. Приходите и выступайте там. Зачем вы провоцируете власть, чтобы вас дубинками, так сказать, по спине. Поэтому здесь мы за то, чтобы молодежь и любые граждане, там были и пожилые, могли приходить, выступать. И они не хотят гайдпарк, они хотят в центре Москвы. Я им предлагал отдать колонный зал. Он полупустой стоит. Там 700 мест, даже тысячу месяца. Пусть с 12 до 12 ночи, каждый день. Да еще буфет бесплатный дать им. Чай и пирожки. Вот это была бы власть. Они бы там все выговорились. И нашли бы себе, может быть, другую работу. Товарищей нашли бы и так далее. Там же много обозленных. Разведенных. Вышли из тюрьмы. Хронические болезни. Люди, у которых тяжело жить. Они прямо говорят. Нам терять нечего. Они сознаются мне. Говорят, может, терять нечего. Он готов, так сказать, перейти к силовым действиям. Ну, неудачник. Везде его выгнали. Семьи нет, жены нет, жилья нет, работы нет. Ну, кто ему виноват? Давай мы тебе работу дадим. Давай поможем жильем. Но он хочет войны. Он хочет бороться. Может быть, где-то заметят. И пригласят в Америку пожить, так сказать. Или будут ему какую-то стипендию платить из каких-то фондов. Давайте, Василий. Буквально по этому вопросу я тоже вам присутствовал. Вы, корреспонденте, без лайков, с удовольствием отвечу. Мы должны понимать, что ребята, которые пришли на такие акции протеста, 99% совершенно нормально общались. Да, хорошие ребята. Задавали вопросы, фотографировались с Владимиром Владимировичем. Селфи, сколько селфи было. 99% адекватных нормальных ребят бывает 1% провокаторов. Сразу видны из толпы, они первые начинают орать. Заводя толпу, они первые начинают выкрикивать различные оскорбления. Возможно, чтобы на них обратили внимание. Возможно, отработать определенные деньги, которые возможно заплатили. Да, да. Для того, чтобы прийти. И из акции протеста это превратилось в какой-то, знаете, саботаж непонятный. Где товарищи, возможно, еще раз подчеркиваю, возможно, в Украине, начинают так или иначе раскачивать ситуацию. Поэтому абсолютно нормальная ситуация. Еще раз подчеркиваю, много было людей. Естественно, возможно, кто-то кого-то там толкнул, потому что огромное количество людей. Все прекрасно понимаете, что Пушкинская площадь, не санкционированный митинг, там ни рамок не было, ни металлодетекторов. Полиция себя вела достаточно адекватно. Мы, естественно, спокойно встретились с гражданами, пообщались. И никаких таких вот эксцессов, скажем так, нет. Еще немного времени, что-то, когда вы говорите, как нету, а может, я вам покажу один? Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да, давай. Вы видели мы это сейчас? Да, да. Ну, ну что? Не было. Ну это разве драка? Какая же драка, если человек руками вперед пытается, так сказать... Это же повтор, карта, карта, повтор. Да, это да. Человек пытается протянуть руку, чтобы кого-то ударить. И его руку отодвигают, чтобы не было драки. Вы же видите, что... А карта повторяется. Это же не то, что... Это один раз было сделано, а вы его повторяете, как будто бы это продолжается. Ну это вот. То есть человек пытался протянуть руку, чтобы кого-то ударить, а его руку отодвигают. Специально. Отодвигают. И вы же поймите, наша цель была быть с ними, чтобы не начались задержания. Если бы они хорошо соображали бы, они бы сказали, вы думаете, останьтесь здесь, Василий, останьтесь, десятки депутатов. Мы бы их окружили бы, никакой бы Росгвардия. Никто бы не зашел на площадь, если бы мы объявили, что на площади находятся депутаты Государственной Думы. Если бы они хотели демократии, хотели бы общения, никто бы к ним не подошел, никто бы их не выгонял с площади. Мы бы могли им быть охраной, сохранить возможность им хотя бы час пообщаться, но у них была цель другая. Устроить вот такую вот драчку, чтобы вы показывали и на весь мир показать. Видите, что происходит в Москве? Там люди дерутся, что-то там происходит. Ничего этого не происходило. Это оплаченная провокация, которые всегда были с 905 года и по 9 сентября 2018 года. Последний вопрос. А извините, пожалуйста, на этом видео видно, как вы с твоей рукой бьете его в щеке. Никогда в жизни. До щеки, с удовольствием дотянулся, показывайте, иди показывайте, показывайте. Показывайте, где щека его и где моя рука. Показывайте. Показывайте. Давайте. Давайте. Синий майк, вот ваша рука летит на щеку. Ну где? Где? Где вы видите-то? Где? Так он же уворачивается. Я руку протянул, он увернулся. До щеки не достал, к сожалению. Потянулись руку к нему. Нет, так он же рукой по нам бьет. Мы его оттягиваем. Он отпрянул так. Но чтобы драка была, нужно ударить. Удара не было. Ни с его стороны, ни с нашей. Но руками он махал. Его оттягивали. Он снова махал. Вот и все. Поэтому вам хочется драки. Я понимаю, журналистам нужна кровь. Нужны раненые. Увезли с Лифасовского. Кома. Вам нужно опять. Кто-то умер. Вот хорошо. Вот можно обсуждать. Но этого ничего не было. Повторяю еще раз. Вы заснимите момент прихода. О чем говорит депутат Жириновский? Что мы тоже против пенсионной реформы. Что мы хотим, чтобы все ваши митинги были разрешенные. Вот наше начало встречи с молодежью. Все. А что они в ответ? Они в ответ, что вот, мол, там, как бы, что там он это начинается. Уходите. Там, клоун. Путин такой-то. Медведев такой-то. Мы здесь власть. Нам царь не нужен. Они пришли с теми старыми лозунгами, чтобы сделать то, за что им заплатят сегодня или завтра. Вот за это вот, за это мероприятие. И тот товарищ с синей майки, он и старался, потому что он хотел побольше заработать. Побольше. И паспорт боялся показать. Я ему показал уставление. Вот. Так что здесь, я говорю, что один там очень шумел и призывал к насилию, к вооруженному восстанию. А дедок к нам подошел, говорит, помогите. Где-то он на Украине был, его брата арестовали. Где-то там он служил в ОМОН, служил где-то в Розове. То есть он имеет какую-то жалобу, какая-то проблема в жизни. Мы готовы помочь. Через пять минут он уже орет опять. Нет, все, давай, все, нам нечего терять, мы тут пришли. Это радикалы, революционеры. Они были при царе, при советской власти и сейчас, и через сто лет. Они свергли власть Януковича. Но в ответ получили пытки, сжигание людей и расстрел русских на Донбассе. Еще есть вопросы? Все, спасибо.